Так получилось, что сегодня из всех искусств для нас важнейшим являлось кино. Для этого есть два повода. Нью-Йоркский музей современного искусства устроил ретроспективный показ фильмов Марлена Хуцеева. Это первый в Северной Америке широкий показ работ знаменитого режиссера. Сам он, а мастер и 91 год, должен был прилететь в Нью-Йорк, но не смог. Со зрителями и организаторами ретроспективы встретился наш корреспондент Александр Лахман. Американские знатоки и любители кино очень интересуются работами российского режиссера Марлена Хуцеева. Я работаю над книгой о солисте кировского балета Юрии Соловьеве, который прославился в 60-х годах, как и Хуцеев. Мне интересно то время. Недавно вышла из печати моя книга про Аллу Осипенко, балерину, которая тоже, как Хуцеев, была бунтарем в своем искусстве. Интересный режиссер. Я ничего раньше не знал о нем. Я думаю, он уникальный человек. В 90 лет продолжает работать. Наверное, и к своему столетию успеет немало сделать. Он выстоял в очень трудные времена советской и российской истории. Интересно узнать его восприятие перемен. По правде говоря, его фильмы слишком медленные, на мой вкус. Я посмотрела картину мне 20 лет. Прекрасный сценарий, отличная работа оператора, умный, тонкий, печальный фильм. Я пришла на другую его картину, уже зная, чего ожидать. Я думаю, Хуцеев в течение десятилетий был недооценен на Западе и, конечно, в Соединенных Штатах. К счастью, он успел при жизни получить давно заслуженное признание. Ретроспективный показ его фильмов проходит в Корнельском университете, в Гарвардском, у нас в музее. Он по-своему отражал в кино периоды истории своей страны, свидетелем и участником которых он был. Конфликт человека и города, бунт молодежи против старшего поколения, утрата идеалов – все это темы, которые понятны любому. Вообще, наш музей с момента возникновения, с 30-х годов прошлого века, интересовался русским и советским киноискусством. И мы продолжаем открывать американскому зрителю русских режиссеров. Хуцеев – один из них. Куратор Госфильмофонда Петр Багров рассказал, что инициатором ретроспективы Хуцеева явилась американская сторона. Сейчас интерес к Хуцееву за последние несколько лет очень сильно возрос во всем мире. То есть в Госфильмофонде у нас его фильмы запрашивают чаще, чем фильмы Тарковского. В Лакарно большая программа, в Португалии программа, в Аргентине программа, во Франции сейчас еще будет одна. Вот, так что настоящая волна пошла. В России по-настоящему все знают, мы только Ветон Заречной улицы. Ведь тоже «Юльский дождь» и состав «Ильчая» – это кино для избранных было всегда. А вдруг неожиданно и в России к этому интерес больше, потому что оказывается, что и документальная сила этих фильмов очень велика. Посмотрев картину «Был месяц май», многие зрители пошли покупать билеты на следующий сеанс, чтобы посмотреть «Июльский дождь». Александр Лахман, Ави Абрамов, Раиса Чернина, Эдуард Клейнер, Нью-Йорк.